Администрация округа совместно с транспортной полицией и представителями РЖД провели рейд по предупреждению травматизма на железной дороге. Основное внимание сосредоточили на участке от платформы Ухтомская до станции Люберца-1. Из-за нежелания пользоваться специальными оборудованными переходами на железнодорожных путях ежегодно получают травмы и гибнут люди. Иногда несчастные случаи происходят по незнанию. И чаще всего в таких ситуациях страдают дети. Вы убегаете свою жизнь опасности и мало этого, еще молодежного ребенка. Сотрудники линейного отдела полиции проводят профилактические беседы и выдают памятки. В следующий раз за переход через железнодорожные пути в неустановленном месте нарушители привлекут к административной ответственности и обяжут уплатить штраф. Неудобно ходить до того моста тоже. Это очень далеко. И людям, которые, например, работают или живут здесь, вот у нас, например, мы живем здесь, а отец мой живет там. Конечно, очень удобно приходить здесь. Очень много знакомых моих, которые здесь также пострадали, умирали. И почему-то никто во внимание это, к сожалению, не брал. Работы по восстановлению ограждения железнодорожных путей проводят регулярно. Но практика показывает, что толку от этого нет. Мало кто из пешеходов обращает внимание и на предупредительные знаки. Здесь две стороны города Люберца связывают так называемые народные тропы. И по этим народным тропам в утреннее и вечернее время самое большое количество хождения. Перед остановочным пунктом Панки такая же народная тропа, хотя она сигнализирована пешеходной сигнализацией и настилами. Но, тем не менее, люди переходят перед близоидущим транспортом. Тормозной путь поезда может составить до одного километра. Даже если машинист применит экстренное торможение, он не сможет быстро остановить состав. Только с начала года на железнодорожных путях в округе погибли пять человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.